Продолжение следует... 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 С это... С формированием... Овальной такой формы лентикулы... При этом... Анализ первых 25 операций... Показал то... Что... При стандартном расчете... Мы имеем... Недокоррекцию цилиндрического астигматизма... нами было принято решение увеличить вот именно расчетные параметры примерно на 10% от исходного. Тем самым мы получили достаточно высокую, хорошую остроту зрения у пациентов. Таким образом, целью нашего исследования явилась оценка клинической эффективности и безопасности модифицированной операции SMILE при миопии слабой степени в сочетании со стигматизмом. Все пациенты были разделены на две группы. Первая группа составила 35 пациентов 70 класс, прооперированных по стандартной технологии SMILE. Во вторую группу вошли 45 пациентов, прооперированных по модифицированной технологии. Пациенты все были обследованы до операции, через день после операции, через месяц и через год. Как видно из слайда, что практически все показатели, они не имеют достоверной разницы между группами. После операции, в первый день мы видим достоверное увеличение остроты зрения в обеих группах. Острота зрения постепенно увеличилась, максимальное значение достигнутое году. В некоторых случаях острота зрения к году была выше, даже чем коррегируемая острота зрения до операции. При этом необходимо отметить, что достоверная разница между остротой зрения не выявлена. Одним из показателей разрешающей способности сетчатки являются показатели визоконтрастометрии. При этом отмечено, что при миопе и даже слабой степени они снижены, мы выявили, как до операции, так и после, в первые сутки операции, в средних и высоких частотах. Но постепенно году произошло увеличение контрастной чувствительности и году у пациента, допустим, вот на примере, они достигли нижней границы среднестатистической нормы. Также увеличение нейтрально-оптического слоя не привело к какому-то значительному повышению уровня аберрации высокого порядка. Видно, что да, аберрации стали выше, но аберрации увеличиваются при любой рефракционной операции. Также достаточно интересным фактором явилось то, что после операции снизился, конечно же, показатель корнеального гистерезиса. Но он потихонечку увеличился к месяцу и к году стал еще выше. Это может говорить о том, что вот достаточно маленький доступ при рефракционной операции SMILE, а также полная адаптация лоскута, она создает такую как бы однородную структуру. Ну и самое главное, да, что применив нашу технологию, мы увидели, что количество осложнений снизилось. И в основном исчезли такие сложные случаи, как разрывы лентикулы, неполное удаление лентикулы. Таким образом, предложенный нами метод коррекции миопии слабой степени в сочетании со стигматизмом по технологии SMILE является высокоэффективным и безопасным. И я думаю, что его активно можно внедрять в практику медицинскую. Благодарю за внимание.